Легендарный скин Ворен Феникс! Купик, это же самый дорогой скин в Бравл Старсе! Но выглядит этот легендарный скин вообще опупенно! Чуваки, а вы знаете как он появился в Бравл Старсе? Нет! Тогда прямо сейчас мы это узнаем! Ого, Купик, у нас что появилась история этого нового скина? Ну да, и мы прямо сейчас её посмотрим! Чувствовал себя отлично на арене. Бас был всегда рядом с ним и уже не представлял пляж без своего лучшего друга. Да уж, эти чуваки подражались! И мы это конечно же помним, потому что мы смотрели предыдущую серию! Поставь лайк, если ты тоже её видел! Узнаем сколько нас таких людей! А ведь он на арене уже очень много лет. Возможно из вас многие помнят его историю. У него был очень тернистый путь. Эмм, а я один не помню. Потому что Ворон в Бравл Старсе появился раньше, чем ты в жизни! Эмм, а сейчас вообще-то обидно было? Ха-ха-ха, но было очень смешно. Но сейчас Ворон счастлив с Бравлерами. Он легендарный боец и частенько находился в совете. Да, мы это знаем! А напишите в комментах, вы любите играть за этого легендарного Бравлера или нет? Лично мне он нравится как-то не очень. Борис, это наверное потому, что ты на нём даже ни разу не играл! Ну да, наверное поэтому. А в свободное время ходил за хот-догами Дага. Они были ну безумно вкусные. Ага, мне кажется, что абсолютно все Бравлеры кушали эти хот-доги. Потому что в прошлой серии мы выяснили то, что они реально были просто... Ах, обездные! Это, можно сказать, стало его основной пищей. В общем, Ворон жил, как и все Бравлеры, обычно иногда рутиной жизнью. Так, стоп! Это же история Ворона Феникса! Ну да, и что? Так, Ворон Феникс же у нас давно появился в Браунстарсе. А почему он здесь обычный? Ну, наверное, просто истории Ворона Феникса ещё не было. И сейчас мы её вместе с вами узнаем. Ну да, Борис, добил, блин, это же логично. Давай смотреть дальше. Утром, когда ещё вся арена спала, он обычно выходил на улицу и гулял, дыша свежим воздухом. Прогуливаясь и сегодня, Ворон уже собирался домой. Но вдруг в небе он увидел нечто потрясающее. Ого! Что там? Блин, мне тоже стало очень интересно! Мне кажется, там небо или солнце. Ты дебил, что ли? Он бы тогда так точно не удивился. Ну да, логично. Боец не мог поверить своим глазам. Это что, Феникс? Чего? Это чё ещё за золотая птица такая? Борис, ты чё, дебил, что ли? Ты не знаешь про птицу Феникс? Борис, я про неё вообще впервые слышу! Да уж, я с этого Бориса просто в шоке. Они вправду существуют? Ворон просто не мог оторвать глаз. Он наслаждался красотой Феникса. Как тут птица начала падать? А? В смысле? Чё с ней случилось? Кажется, она потеряла сознание. Или её просто кто-то подбил. Что? Почему? Феникс пропал из виду. Ворон был растерян. Он побежал за ним, чтобы узнать, что случилось. Давай, беги скорее! Тебе нужно его спасти! Найдя место, куда упала птица, он увидел, что Феникс ранен. Кто это сделал, подумал Ворон. Нифига себе! То есть его чё, реально подбили? О, Биг, походу ты был прав! Боец не знал, как ему поступать. Он никогда не встречал и не верил в существование Феникса. В конце концов, Ворон подошёл, чтобы как-то помочь. Блин, нифига себе, какой он красивый! Аааа! Он прям весь светится! Я Феникса тоже ни разу в жизни не видел! Феникс не мог взлететь. Кто-то поранил его. О, блин! Кто это сделал? Борис, да не психуй ты! Сейчас мы всё, конечно же, узнаем! Вдруг вдали Ворон увидел чей-то силуэт. Опа! На! Я не понял. Это кто ещё такой? Я тоже пока что не понимаю. Это же какой-то Бравлер? Или нет? Кубик, мне кажется, за Феникса нужно точно отомстить! Кто это? Неужели это он поранил его? Блин, а я думал, что нам его хотя бы покажут! Надеюсь, что он ещё получит по заслугам! Бравлер недолго думая решил взять Феникса и убежать отсюда. Здесь опасно. В смысле? Куда ты, блин, собрался? Мне кажется, что он сейчас отнесёт этого настоящего Феникса к себе домой! Кубик, а потом он что, в него превратится что ли? Это я даже пока что не представляю. Ворон принёс птицу домой. Ага, он реально принёс его домой! Чё, блин, нафиг? Ааа, а это вообще законно? Он не знал, как помочь ему. Феникс, ведь даже если умрёт, должен возродиться. Именно поэтому боец решил ничего не делать. Ааа, точняк! Феникс же это птица исцеления! Походу, она получается как самый настоящий дак. И ждать, пока он умрёт и вновь возродится. Прошло несколько дней. Ворон, как обычно, ходил на сражения. А когда возвращался домой, ждал, что Феникс вот-вот возродится. Кажется, этого всё ещё не произошло. Да уж, она лежит, страдает! Ворон, блин, ты бы ей хоть чем-нибудь помог! Ааа, добил! Позови сюда кого-нибудь, Пока или Байрона, или Пэмку! Или Дага, потому что он точно сможет воскресить эту птицу! Но ничего такого даже близко не происходило. Хотя он был на грани смерти. И должен был уже переродиться. Ворон с каждым днём терял какую-либо надежду. И больше не мог держать всё это в себе. То есть, она всё это время лежала у тебя дома? А ты об этом даже никому не говорил? Вот и дебил, конечно! Он решил поделиться этой историей со своим близким другом, Леоном. Встретившись с ним в кафе, Ворон рассказал обо всём. Ого! Вот и встретились две легендарки! Да уж, Леон и Ворон. Да в день-ка мы их не видели в историях. Интересно, что же они будут делать дальше? Ну, Леон просто посмеялся с него. И попросил, чтобы он рассказал эти сказки в будущем своим маленьким воронёнкам. В смысле, Блён? Ты чё, ему не поверил? Дебил! Да уж, Леон, мне кажется, это была твоя ошибка. Невозможно, из-за того, что он не поверил, теперь пострадает настоящий Феникс. Но он не врёт. Феникс и вправду существует. Леон не верил ему. Но боец сказал, что сейчас же докажет. Я не понял! Они чё, сейчас пойдут домой к Ворону? По всей видимости, да. Надеюсь, то, что птица хотя бы ещё жива. Они пришли к нему домой, где Леон увидел настоящего Феникса и потерял сознание. Офигеть! Теперь у нас два чувака без сознания. Но только один из них, конечно, птица Феникс. Ну ладно. Эм, а что в этой ситуации будет делать Ворон? Мне уже тоже очень интересно на это посмотреть. Вот тебе и не поверил. Спустя полчаса Леон пришёл в сознание. Он подумал, что всё это был сон. Не, нифига подобного. Птица Феникс всё ещё лежит перед тобой. Но он вновь увидел Феникса. Ворон попросил ему не терять больше сознание. Эм, мне кажется, что он не сможет это проконтролировать. Да, Ворон, твоя просьба реально была немножко глупая. Леон встал на ноги. Что же им делать? Почему Феникс не перерождается, чтобы улететь? Наверное, потому что он ещё не умер. Ворон не знал. Парень посоветовал ему обратиться за помощью. Но Бравлер пока не хотел никому рассказывать. 3D-бил что ли? Фенал у тебя уже лежит почти что целый месяц. Ага, за это время можно было хоть что-нибудь уже сделать. Попросил Леона, чтобы об этом никто не узнал. Ведь за этим Фениксом кто-то охотится. Но он не знает кто. Ммм, это всё ещё остаётся вопросом. Если ты вдруг понял, кто это может быть, какой-то Бравлер или нет, напиши обязательно это внизу в комментариях под видео. Потому что у меня даже нет никаких догадок. Может это какой-то Бравлер? Нет, ответил Леон. Он не верил в это. Он доверял каждому Бравлеру. 3D-бил, ты Ворону тоже не верил. Ага, а оказалось то, что Феникс реально лежал у него дома. Ага, только вот Ворон не всем доверял. Поэтому лучше ждать ещё и никому ничего не говорить. Леон обещал, что будет молчать. Надеюсь, что он не обманывает. Прошли ещё две трудные недели и ничего с Фениксом не случилось. Он страдал. Ворон был не в себе. Как ему помочь этой птице? Да позови, ты уже кого-нибудь добил. Чувак, тебе уже давным-давно пора это сделать. Почему он этого не понимает? Он уже надумывал самому убить его, чтобы тот возродился. Очень сложно так жить. Боец подождал достаточно. Нужно действовать. Так можно? Скорее! Бебил, блин! Мне кажется, этот Феникс и так уже очень сильно настрадался. И Бравлер решил обратиться за помощью к Байрону. Он гений и что-нибудь да придумает. Ура! Наконец-то он собрался хоть что-то сделать. Может, его можно будет вылечить и он сможет улететь. Но лучше выйти ночью, чтобы безопасно дойти до старика. Неясно, кто и что замышляет. Эммм, только мне кажется, если он ночью выйдет с этим Фениксом, то его точно спарят, потому что он же светится в темноте. Офиг! Можно же было просто сюда Байрона позвать и всё. Надеюсь, что этот ворон не глупый и именно так и сделает. А я надеюсь, что зрители нажмут на кнопку поделиться. Вот смотри, так она выглядит. Нажимай на неё скорее. Так, боец, подождал до поздней ночи. После чего вместе с Фениксом вышел из дома. И направился к Байрону. Да уж, он всё-таки оказался глупый. Чувак, нужно было просто самому сходить к Байрону и позвать его обратно. Зачем ты попёрся вместе с Фениксом? Ночью волновался и хотел быстрее дойти до дома старика. Давай, иди быстрее, добилпен. Пока с Маби ничего не случилось. Но у меня какое-то плохое предчувствие. Что за... Нет, господи! Чё, блин? Это что только что было? Эмм, я бы, конечно, по этому алмазику попробовал угадать, что это был за Бравлер. Но у меня даже нет никаких догадок. Кобик, это была чья-то ловушка? Ворон, ты живой? Ему руку просто разнесло. А, ты, геть! Кажется, Ворон тоже чуточку пострадал. А я говорил, что нужно было идти одному. Феникс погас. Чё? Чё? В смысле? Он чё, больше не светится? Да вы чё, блин? Гоните, что ли? Давай, лечи его скорее, дубина! То оба умерли? Нет, Ворон ещё был в сознании. Но он потерял руку. И кажется, ему как-то очень плохо. Конечно, блин! Ты попробуй сам без руки проживи! Ну да, логично. И чувствовал, что смерть близко. Ему не выжить. Да кто это такой? Эм! А я даже сейчас не понимаю, кто это! Во всей видимости, это какой-то новый скин на Грифа? Да, Кубик, точняк! Гриф? Нет, это не он! Что за чудище? Ему нужен был только Феникс. Он хотел подойти, взять его и уйти. Эм! Кажется, этого не получилось. И из-за этого Грифа пострадал ещё и обычный легендарный Ворон! Да уж, ну конечно, этот Гриф и добил! Ворон не мог ничего сделать. Он терял сознание. Как тут из Феникса вспыхнул невероятный свет! Воу! Я даже сам ничего не понял! А, блин! Я тоже нифига не вижу! Чудища не видела ничего! Свет погас. Чудища была в ужасе. Эм! А что вообще произошло? У меня есть такое предчувствие, что Феникс просто ожил. Надеюсь, что так реально и произошло. А Ворон... Господи! Оу! Нифига себе! Такого поворота я не ожидал! Кажется, они вместе просто объединились. Это Ворон? Он слился с Фениксом. Я не верю своим глазам. Ага! И теперь они стали одним целым! Я даже боюсь представить, какие теперь возможности есть у настоящего Ворона! Феникс возродился в Вороне, тем самым возродил и себя, и его. Да уж! Это было очень жестко! Теперь они одно целое! Чудища не ожидала такого поворота! Он хотел сбежать! Как тут Ворон? Молниеносно появился за его спиной! Нифига себе! Ты чё, блин? Ложь теперь! Да, Ворон стал какой-то слишком быстрый, а вот с этим монстром я так и не понял, это Гриф или не Гриф? Кто это, блин, вообще нафиг такой? Кобик? Я думаю, мы сейчас с этим разберёмся. Что за сильнейший удар? Нифига себе, как он его вынес! Это было точно очень больно! Ворон и Феникс вместе стали намного сильнее! Я до сих пор не верю, что вижу это! Феникс доверился Ворону и спас их обоих! Блин, офигенно! И светящийся Ворон выглядит очень круто! Блин, Кобик, я аж даже захотел на нём поиграть! Хотя он мог возродиться и улететь! Но нет! Чудища понимала, что ему не победить такого ворона! Да, это ты прав! Потому что Ворон стал очень сильный! Откуда взялся? Он не хотел говорить, но Ворон предупредил, что за секунды убьёт его! Ему не оставалось ничего! Они с Фениксом оказались в этом мире случайно! Эммм, это ещё каким образом? Да подожди ты, блин, сейчас мы всё узнаем! Он сам не знает как! Но до этого дня он всю свою жизнь охотился за этой птицей! Возможно, Феникс таким образом решил убежать от него! Но получилось так, что они вместе оказались здесь! Чё, блин, нафиг? Они просто телепортировались в этот мир? Да уж, чё-то с этими мирами в историях происходит просто какие-то непонятки! Где ему почти удалось поймать его! Но этот урод всё испортит! Чуваки, вы это видели? Ага, я сейчас тоже немножко в шоке! Купик, я правильно понимаю, что он ему просто бошку... Ну, того! Ага, всё, Ва! Походу, правильно! Невероятная мощь! Ворон поблагодарил Феникса за то, что тот спас его! Он спросил у птицы... Они могут разделиться? Эмм, мне кажется, лучше этого не делать! В смысле, это ещё почему? Ну, тогда Ворон будет самый имбовый и всегда будет занимать только топ-1! А, нифига ты, конечно, чё придумал! Но, в принципе, логично! Нет, ответил Феникс! Теперь они одно целое! Поэтому и понимают друг друга! Но больше возродиться не получится! Феникс в последний раз мог воспользоваться своим возрождением! В смысле? А чё у него там ограниченное количество, что ли? По всей видимости, да! А я тоже думал, что Феникс может возрождаться бесконечно! Из-за слияния способность утрачена! Но они оба живы! И Феникс надеялся, что Ворон никогда не даст им умереть! Да уж! Я просто в шоке с того, что здесь происходит! Ага! Это всё реально выглядело очень эпично! Он обещал это! Теперь его зовут не просто Ворон, а Феникс Ворон! Боец встретился с Леоном, где второй вновь потерял сознание от увиденного! Кажется, он снова не ожидал его увидеть! Если бы мой друг превратился в Феникса, мне кажется, что я тоже был бы немножко в шоке! Бедный Леон! Столько всего невероятного увидел! Ворон также дошёл до Байрона и рассказал обо всём! Аааа! Ну да! Он же до Байрона так и не дошёл! Зато сейчас, блин, дошёл только в виде настоящего Ворона Феникса! Это просто невероятная история! Байрон очень хотел изучить бойца, но Ворон, конечно же, отказался от такого щедрого предложения! В смысле? Ты чё, блин, хотел его по кусочкам разобрать? Я думаю, что да! Хорошо, что Ворон отказался! Бравлер из-за всех этих проблем давно не кушал хот-доги Дага! И вот он пришёл за ними! Ага! И Даг, наверное, сейчас тоже просто офигеет! Надеюсь, что хотя бы он сознание своё не потеряет! Баз и Даг были в небольшом шоке от того, как изменился Ворон! Он попросил 10 хот-догов! В смысле? А зачем так много? Ну, это же логично! Он теперь должен прокормлёть и себя, и Феникса! А, ну да, не подумал! Нужно покушать за все пропущенные дни! Что же, теперь нет обычного Ворона! У нас появился новый, сильнейший Феникс-ворон! Офигеть! Вот мы с вами и узнали, как у нас в игре появился настоящий Ворон-Феникс! Раз и история была очень эпичная! И надеюсь, что она вам понравилась! Вы поставите лайк и обязательно подпишитесь на канал! А ещё не забудь глянуть следующий видосик! Он здесь уже появился! Нажимай на него скорее!